так все-таки решено панельки еще чуть-чуть помучать мы сейчас попробуем их оттянуть наждаком под полировку но саму полировку делать не будем мы эти панели перелачим потому что вот этот результат как бы грунт вообще короче окончательно сел и глянец ушел причем он ушел на всех панелях одинаково панели простояли вот так вот в гараже в теплом 20 градусов было сутки как бы прошли и все то есть грунт грунт окончательно показал что он под мокрый по мокрому но никак он канает начнем с 81 лак который с вскорителем был нанесен попробуем как он бьет не бьет на же так полировать мы их не будем у пол полируется нормально глянец берет быстро и хорошо так как бы давно проверенный факт у нас просто нет времени чтобы все эти панели полирнуть а потом еще заниматься перелакировка так полировать будем машинка c 1 мерка по ощущениям скажу так вот после дироса она сама меньше и легче но провод дает массу и получается на руку тянет сильнее как тоже к диросу больше привык хорошо на проставке 10 миллиметровой и наждаком кавакс толекс полторашка я таким наждаком не работал у меня были но всегда валялся за но сейчас попробуем как он себя поведет поехали у меня есть скажем так с ходу предложения наждак вот так со старта пилину хорошо сейчас возьму катор у меня с собой по то есть попробую саринку благо что я с собой взял свой инструмент частично попробуем его то есть очень важно как себя ведет лак после сушки на спиливание соринок и на полировку ладно возьмем сейчас машинку попробуем полирует так кусочек просто показать так это срезано здесь еще есть крупная и наш саринки нормально то есть мелкий сорт срубается четенько продолжим датру сарину которая тут была которую машинка не возьмет никак по наждаку так забивание никаких нет чтобы его нельзя было стряхнуть но все равно мелкий сорт к нему подлипает надо периодически обдувать или протирать вообще работает вроде бы не знаю я этим колоксом никогда не работал и как он кстати насколько панели хватает ну панель хватит так сейчас попробуем полирнуть мы не будем сильно прямо заморачиваться просто глянем как глянец набивается сейчас мы акцентируем внимание на постах всем остальным кто чем полирует у каждого свои приколюхи просто если лак глянец не набирает то там кучему полярую но не набирает сразу на полторашку больше мы ничем не проходили просто не тем более что если я просто так не работал у меня всегда шли трезаки если на дочке полировать то есть и и и и и и то есть я такое что я пущу доработал две тысячи и ты резать ком трехтысячном вернуть на полторашка но сильно крупно тем более эксцентрик 5 миллиметров. Сглянем, блин, тут у тебя уже все загажено. Эксцентрик пятерка тут, да? Ну пятерка для полировки, но это сильно много. И полторашка, но каким бы там классным ни был наждак, это очень много. И реально проще перетереть чем-то мелким, чем... Ну давай, мы сейчас посмотрим на другую. Только это очень грязная технология, не знаю. Кому как, я не сторонник такого. Может еще пасты кинуть тебе? Ты, короче, ты полируешь салями воды, да? Да. Не буду спорить, риска уходит. Ну тоже, это другая паста, как бы это другой подход, но я не сторонник, работая с водой, потому что очень грязно все-таки. Риска уходит, да. Да, она уйдет. Ну еще чуть-чуть видно, да, но она шпарит, вода парит. Ладно, давай протрем. Ну, да, вытереть это все, обезжирить. Мы просто глянем на глянчик, есть, нету, или еще подпилить. У нас нету времени. Ну да, я не понял. Тратить на это время? Ну, вот это все. Здесь же мое лучшее. Конечно. У меня еще ни хрена не дляполировано в моей стороне. Ну, тут тоже рисочка еще просматривается, но лад глянец набирает, в принципе, неплохо. Если бы я бы его полировал, я бы его тернул тысячным, трезаком трехтысячным, и потом бы полировал. Царская, да, царская полировка это называется. Ладно, давай, не будем мучиться. Давай еще, который без ускорителя был. Давай 81 сейчас лак возьмем, который просто без ускорителя. Это с ускорителем был. Так же его пильнем полуторкой, и так же его пильнем тогда с водой. По твоей схеме, как ты говоришь, что все работает, где он тут на съезде. Взяли катар. Посмотрим, как естественный лак без всяких добавок. Сарина пилиса ровно, не выколупывается. Значит, это даже хорошо, что тут много мусора. Нормально все пилится, срезается тоже все четко. И берем машинку. Все, уже надо бы ее об коленочку вытереть или об угол хотя бы, не знаю. Это наши отпечатки пальцев на свежем еще лаке, мы тестировали. Так, протираем. У меня нет цели и задачи какой-либо выполировать и все в ноль вывести. Сейчас полируем. Полируем, не помню, какая это мензерна. Просто, ну, сами понимаете, без этикетки сложно идентифицировать ее. Поэтому полировка, хрен знает, насколько верная. Так и оставим. Ну, прогрел, не знаю, градусов. 55, может. Вода не дает нагревать. Так, берем. Вообще-то надо обезжирку еще взять, чтобы вытерть. Залипает он на воде все-таки. Можно много спорить о способах полировки, но, блин, с водой весь грязный, сука, уже. Еще ни хрена, так это я ничего не полировал толком-то. А если нормально взять, полирнуть капотик такой от бэхи, ты будешь весь в грязище. И все вокруг грязище. Нормально олочок набирает. Надо только нормальную пасту, нормальный круг. Все, на этом мы заканчиваем. Дальше мы сейчас все панели перечухаем наждаком и будем, ну, короче, перекрасим и перелачим их. Так, на этом все. Всем пока.